Всем привет! Вы на канале Зевс Ньюз. Александр Дедюшка был одним из самых ярких и талантливых актеров современного кинематографа. Актер ушел в самом расцвете сил, ему было всего лишь 45 лет. Кажется, только вчера Александр радовал нас своими творческими работами, а уже прошло почти 13 лет. Несмотря на то, что Дедюшка погиб почти 13 лет назад, его поклонники до сих пор вспоминают актеры и пересматривают ленты с его участием. Мужчина успел сняться более чем в 30 фильмах и сериалах, заработав славу отечественного секс-символа. Александр Дедюшка родился 20 мая 1962 года в Белоруссии. Мать, работая продавцом, воспитывала его со старшим братом одна. Поскольку Саша был мальчишкой очень шустрым, подвижным, мама отдала сына в хореографический кружок, где тот отплясывал народные танцы. Помимо этого, мальчик всерьез увлекался спортом. Особенно он любил играть в футбол и выступал за школу буквально по всем видам спорта. А на летних каникулах Саша не расставался с лошадьми. С шести лет мама летом отправляла его в деревню, сажала одного на поезд, и тот ехал к родственникам. Там он отдыхал и работал. Сельским мальчишками он косил сено, складывал скирды, полол свеклу, пас коров, за что ему немного блатили. Но больше всего городскому парнишке нравилось ухаживать за лошадьми. В старших классах Александр начал серьезно мечтать о театральном образовании. Он участвовал в постановках школьного драмокружка, во время габузников прекрасно декламировал стихи. А позже он дебютировал в роли Андрея Балконского при постановке отрывка из романа Толстого «Война и мир». С тех пор Саша буквально начал грезить театром. Поэтому после окончания школы наш герой принял решение поступать на актерский факультет. Получив эти статы, заработав денег на билет, провинциальный парнишка поехал покорять Москву. Но, к сожалению, в создаче документов в театральный институт наш герой опоздал. Ему пришлось год отработать автослесарем. По ироне судьбы он опоздал и на следующий год. В связи с проведением Олимпийских игр в 80-м графики выступлений в Луза странно существенно были сдвинуты. В 33 года Александр Дедюшка вновь поехал покорять столицу. Он устроился в Амбхат к Олегу Ефремову, но работа в театре не заладилась. Отработав там два сезона, Дедюшка ушел из трупы, не видя никаких перспектив. Перебиваясь заработками от съемок в рекламе и третисортных сериалах, актер старался всеми силами держаться на плаву. К слову сказать, все это время он по-прежнему занимался своим телом, держа его в превосходной форме. В конце 90-х годов время действительно было лихое. На российском телевидении началось время сериалов про силовые структуры, и фактура Александра Дедюшка пришлась как нельзя кстати. Благодаря своей хорошей спортивной подготовке Александр был одним из немногих российских актеров, выполнявших сложные трюки без дублера, что весьма и весьма оценилось режиссерами, снимавшими боевики. Дедюшка, сыгравший главную роль в культовом боевике «Пседоним Албанец» сумел покорить сердце бывшей супруги Людмилы Томилиной еще в университете. Их знакомство состоялось в стенах театрального вуза, где они оба были студентами. Позже Дедюшка немало времени потратил на то, чтобы добиться влагосклонности девушки. 91-й год стал знаменательным для обоих, поскольку на свет появилась дочь Ксения, которой очень ждали супруги. Брак с Людмилой продлился целых 22 года, но, к сожалению, в одночасье все рухнуло. Голову Александру Дедюшков скружила молодая актриса Светлана Чернышкова. Которая вскоре стала его новой женой и матерью сына Димы. Маленькой дочери не было еще и двух лет, когда Александр во время очередного приезда к жене признался, что влюбил другую. На часах было ровно 22.15, а на календаре 3 ноября. Спустя ровно 15 лет, день в день, практически минуту в минуту, женщина получила сообщение о гибели бывшего мужа в страшной аварии. Перед ней моментально всплыл тот самый циферблат и лиц календаря. Сложно сказать, мистика это или нет, но судьбе было угодно, чтобы именно в этот день он ушел от нее второй раз. Однако теперь уже навсегда. Во втором браке с актрисой Светланой Чернышковой, герой российских боевиков, был действительно счастлив. Он познакомился с начинающей актрисой во Владимире, куда поехал из Москвы к друзьям встречать Новый год 97-го. Бракозачетание Светланы и Александра было экстремальным. Актриса ждала ребенка, когда Александр решил оформить их отношения. Но ни в Москве, ни во Владимире не было возможности ускорить регистрацию брака. И тогда актеры отправились ставить штампы в своих паспортах в отдаленную деревья Владимирской области. Причем на попутном Камазе, где в местном сельсовете в течение часа они официально стали мужем и женой. Вместе пара прожила 8 счастливых лет. Давая интервью, супруги признавались, что ничего специально для сохранения семьи не делали. К слову сказать, сына начали активно снимать в кино. В одном из совместных фильмов мальчик сыграл роль сына своего отца, а Светлана подруга его жены. 3 ноября 2007 года Александр со своей новой семьей ехали в Уфу, к другу в гости. Эта небольшая поездка должна была примирить супругов, между которыми в последнее время было много ссор. Союз начал ослабевать из-за постоянных несогласий и посторонних людей в совместной жизни супругов. Именно в тот злополучный день произошла та трагическая авария, которая унесла жизнь легендарного актера. После развода с первой женой актер поддерживал теплые дружеские отношения с ней. Он помогал ей воспитывать дочь, но когда Александра Викторовича не стало, Ксюше было 16 лет. Наследство дедюшка досталась близким родственникам его второй жены. Родной дочери же ничего не досталось. Девушка сама отказалась от наследства. После получения аттестата в среднем образовании перед девушкой стал выбор будущей профессии. Ксения поступила на экономический факультет и не стала продолжать дело своего отца. Сейчас дочери Александра дедюшка 29 лет. Девушка работает по специальности в крупной организации. Ксюша много путешествует и ведет активный образ жизни, пока она не замужем и детей у нее нет. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!